Это урок 2.1. Что значит тикет на успех? Прошлый урок был под номером 1, а дальше идет три секции. Я использую нетти для личных и семейных дел, я использую нетти для роста и персональных проектов, и я использую нетти с моей командой. Это конкретно урок 2.1, то есть вот это вторая секция и первый пункт. Что значит тикет на успех? Давайте будем прочитать это в нетти гайд, который очень просто зайти, меню, нетти ос, гайд, ну в общем-то мы уже здесь. Так вот, что значит тикет на успех? Это расширенная задача. Больше не просто задача и не такая скучная, как это было раньше, в том числе и в первых версиях нетти. Тикет также может быть сделкой, делом, планом, идеей, встречей, событием, эпиком, целью, проектом, навыком, микрозадачей. Все это по раздельности и одновременно, в зависимости от контекста. Давайте сейчас я объясню, что такое может быть и тем, и другим, как это понимать в реальности. Давайте предположим, что 10 лет назад человек, который пользовался нетти, а нетти работает уже больше 10 лет, и пользователей в то время было уже достаточно много. Давайте представим, что вот один из таких пользователей Нейти написал идею или мечту. Доставка продуктов онлайн. И добавил. Это вот место основное, где как раз и добавляются тикеты. Вот, добавил. Тикет. Доставка продуктов онлайн. Давайте сделаем поменьше. И в списке сегодняшних дел появился вот этот тикет. Я напоминаю то, что мы сейчас представили, что человек вот 10 лет назад шел мимо магазина и думал, как было бы хорошо создать бизнес, написать какое-нибудь приложение, которое бы доставляло продукты онлайн. Но не было интерфейса, так сказать, API для того, чтобы договориться с магазином и все это автоматизировать. Было пару магазинов, которые этим уже занимались, такие как API, но это было очень непросто сделать обычному человеку. И поэтому доставка продуктов онлайн осталась идеей. И вот мы, например, ее перенесем сейчас в поле идея или мечта. Все. Теперь. Теперь это стало идеей. То есть доставка продуктов онлайн – это идея или мечта, которую человек отложил в идее и 10 лет что-то делал, какие-то проекты выполнял, там заработал кучу денег. Вот. И решил зайти посмотреть, что у него в разделе идеи. И вот он нашел доставку продуктов онлайн и доставка идей онлайн. Предположим, он даже две этих идеи записал. И сейчас мы уже представляем этого человека в наше время, когда уже 21 год. Из-за пандемии практически каждый магазин, который хотел выжить, предоставил этот интерфейс для заказа продуктов, для доставки продуктов. И создать бизнес-приложение теперь возможно. Поэтому можно зайти в меню «Личные проекты» и превратить вот эту вот идею в новый проект, который будет называться «Доставка продуктов онлайн» или сокращенно «ДПО». Но у нас… Ну, это предлагает система, можно поменять. Но у нас уже есть на эту тему проект, который называется «Приложение для доставки идей». Поэтому создавать я не буду. Вот это приложение для доставки идей. Вот оно. Тут даже есть какие-то тикеты. Важно для нашей ситуации понимать, что у нас тикет, который был идеей, превратился в проект. Также бывают и другие трансформации тикетов. Например, появилась идея купить подарок родителям на Новый год. Довольно популярная идея. Вот. Купить подарок родителям на Новый год. Тоже это предположим идея у нас. Давайте я выделю идеи, чтобы они сохранялись в основном списке. Идея и мечта. И вот у нас. Купить подарок родителям на Новый год. И мы хотим, например, эту идею, поделиться этой идеей с кем-нибудь, с нашим другом или с членом семьи, который будет участвовать в процессе покупки. То есть вот что надо сделать. Но это на данный момент не дело, а просто идея. И мы делимся этим тикетом с пользователем, который называется DemoHM. И теперь вот это вот в нашей совместной работе получается идея, которая и у пользователя, и у того человека, который поделился. Предположим, это муж поделился с женой, а жена проходила мимо какого-то магазина, увидела по скидкам iPhone или какой-то еще другой подарок, и тут же его купила. И вы видите сразу же, что у этой идеи она уже превратилась в дело или в задачу, которая уже была выполнена. И здесь загорится зеленый индикатор, который означает то, что статус на обратной стороне у этой задачи, у этого тикета, то, что он уже сделан. И вы спокойно нажимаете «У себя тоже сделано», и все. И тикет уходит в графу «Готово». Больше в сегодняшнем списке дел вы его не видите. И увидите его либо в графе «Готово», либо в поиске, если наберете слово «Подарок» или, например, три буквы «ПОД» тоже достаточно, чтобы найти этот тикет, купить подарок родителям. Также по под нашлись еще и другие тикеты, которые, может быть, нужны, а может быть и нет. Но поиск здесь удобный, можно его использовать, если забыла о каком-то тикете. То есть резюмировать это можно все так, что тикет – это, по сути, все, что угодно. То есть вот все, что угодно в краткой форме записывать. То есть мысль, дело, задача, все, что хотите. Записываете вот сюда тикет на успех. И вы знаете то, что тикет – это приводится как билет на успех. Когда мы о чем-то думаем, что-то делаем. Ну, любой человек, психология такая, что он все равно хочет успеха. Даже если подсознательно, обычно еще и сознательно. Но он все равно хочет успеха у того, той или иной идеи, мысли и в каком-то плане, предположим. Обо всем, о чем угодно. И сюда можно записывать, соответственно, задачи, дела, идеи. Я вот показал, что можно конкретно делать. Также вот здесь какие-то уже есть тикеты. Например, да, митинг с Бостоном. Вот встреча, записали встречу. Уже время прошло. Завтра он уже будет как expired. То есть, то, что уже осталось в прошлом. Сейчас как раз он обозначает то, что сейчас время этого митинга должно быть. И, например, вот еще один тикет. Только он уже относится не к сегодняшнему уроку. Сегодняшний урок это вот что значит тикет на успех. Урок 2.1. И я примерно показал, какими бывают тикеты. А тот тикет, который мы только что смотрели, он относится к бизнес-процессам. Мы переходим опять в список сегодняшних дел. И вот этот тикет относится к бизнес-процессам. Он прикреплен к проекту видео для блога. Потом еще будет отдельный урок на эту тему. Ну, чтобы было понятно, что тикет может стать частью проекта. Я думаю, тоже это стоит показать. То есть, вот бэклог проекта. То есть, та часть проекта, которая откладывается. Вы, предположим, ведете блог на YouTube, TikTok, Instagram. И можете все ваши идеи записывать в тикеты. То есть, это тоже будут тикеты. И прикреплять их к проекту. К проекту видео для блога. И вот здесь уже полно разных идей в самом бэклоге. Крутая команда успех стартапа. Правильно вести себя на первом свидании. Секреты спокойных женщин. Сколько денег вложить в акции Apple, чтобы купить iPhone с дивидендов. Как не влюбиться в осла. Ну, это все, конечно же, просто идеи, которые еще требуют реализации. А вот графа в процессе, который синхронизируется с нашей графой, с нашим списком дел сегодня, основным. Вот в процессе тут написано сегодня. Остальные мы по умолчанию не будем видеть. Особенно бэклог проекта. Он виден только в этом проекте или в поиске. А когда мы заходим сюда, то видим. Вот синхронизирован купил пирожок в школьной столовой. Я сейчас не буду сильно объяснять, что здесь происходило. Вкратце, здесь был разговор про бизнес-процессы. То есть к этому проекту, к проекту видео для блога, а также еще можно прикрепить бизнес-процесс. И вот бизнес-процесс, мы кликаем на него. И вот, видите, одна вкладка это проекты, а вторая вкладка бизнес-процессы проекта. В данном случае линейный бизнес-процесс, где нужно проработать, чтобы получился хороший пост. Это, кстати, нужно абсолютно каждому блогеру. Проработать сначала выбор темы, а потом проработать заголовок интригующий, образ, локацию, вовлекающий сюжет. То есть не просто купил пирожок, а какие-то события происходили. И да, это вот описано в этом тикете. Я не буду очень подробно это разбирать. Дальше проработать сценарий, кто откуда, когда выходит. Фраза якоря, то есть это то, что нужно выучить обязательно, чтобы не забыть ход всего сценария. Где-то можно, например, сказать это другими словами. Снять, ну, снять видео и монтаж. Причем монтаж можно делегировать. Ну, так же, как и, кстати, многие из этих этапов. Можно делегировать кому-нибудь. И вот здесь бизнес-процесс, который, соответственно, линейный. И он, выбор темы уже есть. И дальше интригующий заголовок. Дальше образ, локацию, когда это все выбрано. Вовлекающий сюжет. То есть каждый раз можно апгрейдить этот тикет. И когда вот заголовок, например, выбрали. Да, то есть не просто купил пирожок в школьной столовой. Например, я думал, что останусь сегодня без обеда, но судьба вмешалась и помогла мне. То есть какой-нибудь такой интригующий заголовок. Я сейчас не говорю, что это верх предела, да, верх мечтаний. Но это уже интереснее, чем просто купил пирожок в школьной столовой. Так же, как и сюжет. Вовлекающий сюжет. Это тоже можно проработать. Не просто, да, вот я сходил и съел пирожок, а что-то случилось. Давайте тогда пример, то, что здесь написано. Утром проснулся и понял, что денег мне мама не оставила, а будить ее боится даже папа. К моему счастью, маме позвонила подруга. Маме позвонила подруга, разбудила. И мама кинула двойные карманы на банковскую карту. Хватило даже на кафе с моими друзьями. Вот уже сюжет, который может вовлечь, потому что там какая-то ситуация конфликтная. То, что психотип мамы сразу же раскрывается. И даже папы. То, что там их маму нельзя разбудить, иначе она будет сердиться весь день. Там еще что-то. А вот подруга ее смогла разбудить. И она почувствовала какой-то стыд. И кинула сразу двойные карманы на банковскую карту. А потом все это завершилось интересным походом в кафе. То есть уже намного интереснее, чем просто купил пирожок в школьной столовой. Это уже получается намного интереснее сюжет. И дальше мы тогда этот бизнес-процесс прошли. И следующий. Проработка сценария. И так до конца. Так, извиняюсь. До конца. До монтаж. Все, монтаж на монтаж отдали. Или сами сделали. И после этого мы можем либо отсюда, либо отсюда перекинуть наш тикет. Завершено. И он снова не будет у нас виден в сегодняшнем списке дел. Вот. То есть тикет. Это самое фундаментальное понятие в нете. В нетеоз. Которое может быть всем, чем угодно. И этот тикет, он может... Основная работа с тикетом в вашем списке сегодняшних дел. Но он может быть, соответственно, и в личных проектах. Он может быть и в команде. Там тоже можно перетаскивать тикеты. Ну вот, например, команды. Так, а сделала. Создана ли здесь команда? Нет, команда пока не создана. Но сейчас тогда не буду создавать команду. Потому что это видео для другого. Для того, чтобы показать, что может... Что такое тикет. Тикет на успех. И, по сути, вот мы ответили на этот вопрос в гайде. В нете гайде. Что значит тикет на успех. И сюда я прикреплю вот это видео. Чтобы можно было все посмотреть. Напоминаю, что есть такой вот вопросик, который отвечает на любые моменты. На все, что угодно. Хотим узнать, что это за кнопка. Кликаем. И вот, пожалуйста. Отметить завершенным быстро. То есть это быстрая отметка статуса, что тикет завершен. Мы можем так и сделать. И, наконец-то, появилась фраза, которая звучит так. Можно немного отдохнуть. Все сделано. Вот это и должно быть. То есть это и должно быть вопросик. Он всегда поможет и подскажет. Можно переключиться на тему, которая нравится. Чтобы не светить никому в темноте. Если работаете в темноте, или чтобы глаза отдыхали больше. Есть еще личный коуч. Которого советую посещать каждый день. Потому что он будет давать рекомендации, которые вначале очень полезны. Например, поместите все в список сегодня. То есть вот как раз здесь и сказано, что вот это, по сути, все тикеты, все идеи, мысли, мечты, задачи, дела. Все, что вы хотели. Все, что у вас накопилось. Все это поместите в список сегодня. Дальше. Актуализировать список сегодня. Перенести то, что вы не успеваете закончить сегодня. Чтобы это не висело в сегодняшнем списке тем. Перенести на завтра. Или на будущее. Или вообще в идеи. Потому что, предположим, хорошая идея, но вы не успеваете ее сделать. Да, тоже сделано, предположим. Утренний планинг. Очень важно. То есть здесь не только мозг работает, а вы учитесь планировать. И с помощью нети повышаете навык планирования. Именно от качественного планирования будут успехи, будет продуктивность. Ну, соответственно, и результат. Также вечерний планинг. Тоже посмотрели. Зашли. Посмотрели список сегодня. Сложные тикеты перенесли, отменили или даже удалили. Ну, и используйте NetEOS как командный центр. Что же вам советует коуч? Посетите проекты команды. Расставьте там все статусы. Дерегируйте те тикеты, которые нужны членам команды. И вот личный коуч показывает знак. Классно, что на сегодня все сделано. И теперь вы можете уже точно идти и отдохнуть. Вот можно немного отдохнуть. Пишет NetEOS, если вы действительно хорошо поработали сегодня. Тема, напоминаю, переключается одной кнопкой. Так же, как и язык. За секунды переключается. Вот уже все по-английски. Today, Future Search. Так что, думаю, что на этом урок 2.1 закончен. И примерное понимание, что такое тикет на успех есть. Вот сюда пишите все, что угодно. В краткой форме. Задачи, мысли, дела. То, что хотите попросить других. Все вместе. Удачи в использовании.